что может быть лучше чем выпить шу-пуэрчика на тренировке но позвал я вас не ради того чтобы говорить о чае а в сегодняшнем видео хочу рассказать о том какие бывают виды хватов на турнике и чем они отличаются друг от друга поэтому сейчас допью эту чашечку надену свои любимые перчатки и мы начинаем если бы можно было выбрать один единственный хват самый лучший самый удобный для большинства людей то это конечно же был бы нейтральный хват почему называется и нейтральным потому что это самое нейтральное самое естественное положение для ваших плечевых суставов вот у вас рука опущена вот ваша рука поднята и плечо находится абсолютно естественном положении конечно с нейтральным хватом есть определенные сложности если вы занимаетесь на обычной перекладине потому что вот так вот за нее взяться нельзя но если вы развернете под углом 90 градусов то спокойно сможете взяться за перекладину и подтягиваться нейтральным хватом если вы только начинаете свои тренировки на турниках то это лучших вас которого стоит начать поверьте мне ваши плечи скажут вам спасибо если же у вас площадочка чуть более разнообразные есть рукохоз то потерь нейтральным хватом становится еще приятнее второй хват если мы из нейтрального положения совершим пронацию умное слово то есть повернем кисть внутрь то мы получим верхний хват его главное отличие от нейтрального в том что у вас как вы видите предплечье повернулось и плечо тоже повернулось то есть он уже не такой естественный но в то же время почему-то является самым популярным может быть потому что везде из турники не везде есть рукоходы вот так вот вы возьмете за турник и получите пронированный хват также он называется хватом сверху потому что вы берете за перекладину сверху если мы из нейтрального положения повернем руку в другую сторону то есть пройдем супинацию то мы получим супинированный хват который также часто в простонародье называется хватом снизу потому что за перекладину мы беремся снизу к сожалению из-за большого количества необразованных фитнес-тренеров и журналистов которые пишут статьи совсем не разбираясь в теме верхний хват и нижний хват начали называть совершенно по непонятной мне причине прямым и обратным если кто-нибудь из вас знает логику которая стоит за этим названиями пожалуйста напишите в комментариях потому что ни в одном учебнике по гимнастике а я посмотрел не знаю штук пять разных нет таких слов есть формулировка связанная с пронацией супинацией да это из анатомии это понятно есть формулировки связанные с названием верхний нижний потому что в зависимости от того как именно вы берете за турник сверху или снизу но прямой и тем более обратной это название вы не встретите нигде среди людей которые действительно занимаются наукой занимаются физкультурой занимаются терминологией зато очень часто будете встречать среди всяких фитнес гуру на ютубе в инстаграме а также среди статей журналистских и всяких пафосных глянцевых журналов типа мэнс хэлс земля ему пухом в общем ребят не надо использовать неправильную некорректную терминологию потому что очень важно чтобы мы все друг друга понимали а для этого называйте верхний хват верхним нижний хват нижним потому что я знаю что никто не будет запоминать про нацию супинацию также есть возможность объединить в один хват верхний хват и нижний хват и тогда вы получите разнохват выглядит это вот таким образом и главное отличие заключается в том что вы смещаете нагрузку с одной руки на другую продолжаем разговаривать про кисти есть еще один момент связанные с хватом он заключается в том что есть открытые хваты и закрытые хваты чем они отличаются тем где находится ваш большой палец когда вы используете закрытый хват то большой палец как бы закрывает вашу руку закрывает турник и у вас есть полный контроль над перекладиной в случае открытого хвата ваш большой палец находится над турнику открытым хватом и вы можете идти очень выше также этот вхват называется обезьянем при этом есть определенные особенности нагрузка смещается больше на мышцы спины меньше нагружаются предплечья но у вас меньше контроль над перекладиной и больше риск соскользнуть и куда-нибудь упасть особенно если вы занимаетесь такую прекрасную погоду как у нас сейчас когда идет дождик скользко, мокро и не очень приятно с положением кистей мы разобрались двигаемся дальше и смотрим какие хваты бывают по ширине в зависимости от ширины мы можем выделить узкий хват когда ваши кисти находятся хуже чем ваши плечи хват плюс минус на ширине плеч и широкий хват основное отличие идет в том куда именно идет нагрузка при потягивании то есть когда вы потягиваетесь узким хватом у вас сильнее задействуются руки а когда вы потягиваетесь широким хватом больше работает спина и меньше рук следующий момент касается обычного хвата и глубокого хвата то есть все что я показал до этого это обычный хват но также существует еще и глубокий хват выглядит он следующим образом вы не просто берете за перекладину а закидываете свои запястья так чтобы вот эта вот часть оказалась на перекладине это гораздо удобнее делать на широких перекладинах потому что там больше площадь поверхности на которую вы сможете опереться ну и на такой перекладине тоже можно при этом старайтесь большим пальчиком контролировать все-таки турник с другой стороны вот такой вот у вас хват получается и это отличный хват для того чтобы учить разные продвинутые элементы например выхода силой за счет того что у вас уменьшается рычаг у вас исчезает стадия проворота кисти и поэтому в интернете можно найти очень много видео с медленными выходами силой вот такого именно хвата потому что он намного легче но это не настоящие медленные выходы силой переходим в категорию редко используемых хватов которые вы можете встретить на ютубе вы можете увидеть их на площадке но в реальных тренировках они встречаются довольно редко первый такой хват это скрестный хват вот таким образом то есть когда у вас руки перекрещиваются подтягиваться делать выходы силой с таким хватом намного намного сложнее потому что очень непривычно и очень большая нагрузка идет на сами руки для того чтобы вытянуть вас наверх это простой вариант верхний хват но можно то же самое сделать и с нижним хватом чтобы совсем было пожестнее у нас на канале есть видяха где мы собрали 10 самых сложных самых популярных выходов силой на турнике там как раз делается выход силой нижним скрестным хватом в самом конце видео можете посмотреть и ужаснуться как это тяжело выглядит второй редкий интересный хват о котором я буду сегодня рассказывать для него нужен рукоход хват называется угловой проще показать чем объяснять это настоящий гетто хват потому что он пришел к нам из Нью-Йорка если посмотрите старые добрые видео у них сделаны такие уличные фонари с таким угловым освещением и вот именно на нем подтягиваешься когда используешь угловой хват кстати если обратили внимание я сегодня в толстовочке север нашей теплой и многие спрашивают чем наши толстовки отличаются от всех других ребята это не просто одежда это функциональная одежда специально для уличных тренировок смотрите я поднимаю руки наверх да да а поясничка да поясничка закрыта поясничка в тепле потому что наши толстовки специально были удлинены потому что мы знаем что когда ты подтягиваешься на турнике ты весь вытягиваешься и нужно защитить себя от холода так же как и специальный защитный капюшон с 4-х кратной степенью защиты от ветра и дождя собственно поэтому мне сейчас тепло но вернемся к хватам у нас еще есть кое-что интересное что нужно показать я сказал что называть нижний хват обратным неправильно это не значит обратного хвата не существует потому что на самом деле обратный хват есть и в гимнастике он тоже используется но выглядит он совсем по-другому выглядит он вот так вот это обратный хват если у вас возникает вопрос что вообще можно сделать из такого положения то вот вам ролик вот такое вот небольшое обзорное видео про разные виды хвата получилось если есть у вас какие-либо вопросы либо хочется увидеть упражнения для того или иного вида хвата то пишите в комментариях мы запишем отдельные видео потому что тему широкая рассказать много что есть и в одно видео все не уложить по традиции остается поблагодарить всех тех кто поддерживает нас на платформе патреон с каждым месяцем у вас становится ребят все больше и больше и рано или поздно это будет значить что мы будем чаще выпускать ролики чем раз в неделю но пока стараемся выйти именно на такой распорядок чтобы каждый понедельник или каждую субботу радовать вас новым полезным видео вот что на этом все на сегодня с вами был Антон канал воркаут витнес городских улиц до встречи в следующих видео и на уличных площадках ваших городов пока на уличных площадках